Сегодня в России празднуется Рождество. Что-то стоит за этим праздником и как себя вести, когда кругом рождественская истерия? Я думаю, что первое – это не впадать в истерию. Смотря что вы называете истерией. Назвать истерией – то, что бешено бегать по магазинам и все скупать, плясать на улице под какую-то идиотскую рок-музыку, ну тогда да, это истерия. Что касается Рождества, то вы должны понимать, что под Рождеством подразумевалось рождение так называемого Иисуса Христа. То, что тот, на самом деле, родился, его звали Радомир, то есть он никакой не Иисус Христос, то это флавянский волк. Понимая то, что в этот момент родился флавянский волк, то есть человек, который, в общем-то, нам генетический родственник, то можно праздник праздновать, но говорит так, что вот родился волк, то есть мы его глубоко уважаем, да, и хотите праздновать, а не празднуйте, почему бы нет. Пришел в мир высокоразумная сущность, которая пыталась в этом мире, скажем так, изменить ситуацию к лучшему. То есть это, в общем-то, хороший был день, его можно праздновать. Только праздновать его как рождение, приходит в мир Иисуса Христа, а приходит в мир и рода мира. То есть вот праздновать праздник, прихода еще, скажем, одного представителя рода, высокоразвитого в этом плане. И это воспринимать как праздник. Ну, в этом плане праздник хороший. Если воспринимать как церковный праздник, связанный с христианской какой-то традицией, то это означает сливать свою энергию в христианских креков. То есть, в общем-то, пользы от этого никакой не будет. Будет только усиливать паразитическую систему. То есть вот как христианский праздник, его никак не обозначивать, никак энергию в это направление не ментальную, не эмоциональную, не душевную, но в это направление направлять. То есть это праздник прихода в мир славянского волхва Родомира. То есть Рождество Родомира. Думайте об этом, что Родомир пришел. Радуйтесь, выражайте позитивные мысли. Вот в этом плане его можно отмечать. Или кто-то вам говорит, типа, с Рождеством. Говорит, да, с Рождеством волхва Родомира. Замечательный был день. Радуемся, что он приходил. То, что, скажем, наши боги нас не сбывают. То есть наши цивилизации высокоразвитые пытаются помочь, эксперименты проводят, наших иерархов присылают, пытаются исправить тех, кого исправить нельзя в той ситуации, в которой в то время было. Но все равно вещь, в общем-то, хорошая. То есть этот эксперимент же, который проводил с помощью Родомира, он же был не чисто земной, это же был, в общем-то, галактический, вселенский эксперимент. Решили провести эксперимент. Может ли сущность такого уровня, придя в систему с паразитической блокировкой блокирующей решеткой, к народу, который был зомбирован, изменить ситуацию? Ну, как говорится, это как пытаться танкам расстрелять всех крыс, которые в амбар зашли. Ну, не получилось. Хоть и танк, и ничего было. Все крыс, как говорится, в поле не перестреляешь, даже большой кушкой кулеметом. Ну, был эксперимент такой. Сущность приходила, высокоразвитая приходила, он нам, брат, брат, замечательно. Радоваться этому можно? Ну, можно радоваться. Если вы не связываетесь с христианством, то это хороший был день, и можно еще раз помнить Родомира добрым словом, и с чувством благодарности и радости там в душе, что раньше приходил, и снова придут, и снова, то есть родятся. Бывает, когда прилетают боги-предки на Вайтмарах, то есть ей помогают, да. Бывает, когда просто устраивают войну, помимо нас, то есть там уничтожают паразитов на их какие-то станции, как было некие прежние времена, там на Луне их взрывали. Бывает тогда, когда рождаются в семье какого-то человека, и, кстати, Иисус Христос, такового называют, Ирдомир родился в семье, то есть мать его не была еврейкой, она была славянкой. Думаю, что отец тоже, я точно не помню, но думаю, что отец тоже был представителем расы, то есть и, в общем-то, это чисто приходит в мир чисто славянского представителя рода, то есть почему не может быть праздником. У вас родился ребенок, для вас праздник. Родился у вас брат, двоюродный, там, родной, но все равно же праздник. То есть родился Родомир, ну праздник. Давайте вспомним этот хороший был день, поскольку это была попытка у богов, да, отправить мир к лучшему, то есть мир на нашей планете. Ну, давайте отметим тот этот день, ту попытку, то отношение к нам, как праздник. Ну, правильно поставить точки, не перекачивая энергия, мне нужное русло. То есть отпраздновать дома, то есть в церкви показать фигуры, то есть вы от нас ничего не урвете, туда не понесли ни денежку, не понесли свою энергию, ничего не направили. Хотите отметить, сели дома, отметили. То есть называйте правильно имена, правильно направляйте свою мысль, то есть проговариваете имена Родомира, создаете праздничную атмосферу, то есть и понимаете, что вы делаете. То есть если вы празднуете день Родомира, то вот у нас сегодня праздник Рождества, Рождество Родомира, вот сели дома, еще раз зарядили позитивную энергию себя на год. В этом плане вот так было бы правильно относиться к Новому Празднику Рождества, правильно стать с точки над... Если вам кто-то говорит о Рождестве Христово, то не Христово, а Рождество славянского Алхва Родомира. Рождество не, я не участвую в этом, в чиномагических операциях в христианской церкви я не участвую в Христово Родомира. То, что по факту было, по-честному, я праздную. Субтитры создавал DimaTorzok